Итак, всем привет! С вами Пасько Александр и канал Правильный Бодибилдинг. И мое новое видео называется следующим образом. Что с вами произойдет после полного отказа от алкоголя? В своем прошлом видео я обещал то, что освещу эту тему, ну и решил не откладывать в долгий ящик и поделиться конкретно своим опытом по поводу того, что уже может происходить с человеком, который полностью отказывается от алкоголя. То есть не на неделю, не на месяц, а совсем. То есть бац и прекращают употреблять алкоголь в любых количествах, даже в самых минимальных, абсолютно. На самом деле, что происходит, когда человек от алкашки отказывается в физиологическом плане, в зависимости от стажа, приема крепких алкогольных напитков и даже не крепких, и от количеств уже все расписано давным-давно в разных материалах и статьях в гугле. Там я ничего нового для вас не открою, там они все друг на друга похожи. Восстановление печени, восстановление сосудов там и бла-бла-бла. Мое видео сегодняшнее будет не о физическом здоровье, а о здоровье вот этого вот дела. Потому что основные изменения, самые главные изменения после отказа от употребления алкогольных напитков начинают происходить именно вот здесь, в черепной коробке. Но они происходят не сразу. И эти основные изменения, они многим, кажется, что они уже к этим изменениям пришли там через месяц, через полгода. На самом деле, это еще далеко не все, это только начало. Полностью просыпается мозг, да, и начинает работать так, как бы он хотел работать. Именно где-то через год, а то и через два, после полного отказа от употребления алкогольных напитков. По сути, в том, что просыпается вот здесь, и кроется причина, основная причина, по которой люди употребляют алкоголь. Кто-то употребляет его раз в неделю для того, чтобы расслабиться, кто-то употребляет каждый день, ну а кто-то употребляет изредка, да, по праздникам, скажем так, чтобы иметь возможность развеселиться. Но, в принципе, причина во всех этих случаях одна и та же. Избавиться от разговоров собственного ума. Есть люди, которые выпивают раз в неделю, причем очень неслабо выпивают. Я о таких людях уже как-то упоминал. По той причине, что у них идет очень серьезная мозговая деятельность. Это люди недюжинного ума, скажем так. И вот эти люди, они находятся где-то, наверное, на высшей ступени интеллектуального развития. И вот они для того, чтобы загасить этот свой ядерный реактор, периодически, там раз в неделю, раз в две недели, вкладывают неплохо, да, для того, чтобы просто отключиться и забыться. То есть, но таких людей на самом деле единицы. Большинство начинают использовать алкоголь даже по мизерным каким-то там причинам, с которыми на самом деле не могут справиться. И вот об этих причинах я сейчас и расскажу. После того, как организм худо-бедно восстановится в физиологическом плане, потому что у каждого этот барьер восстановления будет свой, разный. Он будет зависеть от стажа, от возраста, в котором человек отказался от алкоголя, и от кучи других факторов, от исходного уровня здоровья, да, с рождения и все остальное. И будет зависеть от того, какое количество повреждений накопил организм за время использования алкашки. Соответственно, без принятия специальных мер, которые будут оздоравливать организм ускоренными темпами, усиленными темпами, да, полностью система не восстановится после употребления алкоголя. Особенно, если мы говорим о поджелудочной железе. Но это можно сделать, например, так, как делал это я с 2014 года, когда полностью чистился. И вот с 2014 по 2016 еще с помощью голодания и все остальное полностью восстанавливался. То есть я, в принципе, восстановил полностью систему. И после того, как я ее восстановил, я столкнулся с реальным положением дел и с тем, что на самом деле начинает твориться вот здесь. После того, как система полностью избавится от алкоголя и придет примерно в свое первичное нормальное состояние. И вот в той деятельности, которая начинается вот здесь, и кроется на самом деле основная причина, по которой многие, скажем так, бухают. Суть-то в чем? Алкоголь приводит к, если говорить утрированно и плоско, он приводит к слипанию эритроцитов, когда попадает в кровь. И эти слипшиеся эритроциты образуют такие грубкие паровозики, хаотичные. И нейроны требуют во время мозговой деятельности, требуют определенного повышенного количества кислорода, глюкозы, жиров и всего остального. То есть нужно определенное количество ресурсов для того, чтобы обеспечить биохимическую деятельность в клетках, которые называются нейронами головного мозга. И естественно нейроны снабжаются кровью с помощью капилляров. И вот эти капиллярчики настолько маленькие, что вот эти вот слипшиеся сгустки, да, грубки эритроцитов просто не в состоянии обеспечить, пролезть через эти капилляры и обеспечить нейроны кислородом. И вот из-за употребления алкоголя происходит ишемия, да, такая вот нейронов. То есть когда эти капиллярчики затыкаются, как пробками вот этими сгустками кровяных телец, да, и в итоге кислород вообще не поступает в нейроны, он глохнет. То есть этот эффект на самом деле и потом выражается вот в этих вот там вялых состояниях, заплетающемся языке, ногах, руках и все остальное. Это в какой-то степени способ вырубить, да, большую часть нейронов, для того, чтобы они тупо перестали работать нормально. То есть они там получают какую-то, что-то там, но как бы этого не хватает для того, чтобы уже даже контролировать движение. И вот из-за вот этой вот ишемии многие нейроны погибают. По сути даже минимальные дозировки алкоголя, особенно крепкого, да, там 50 грамм, чего-то там для аппетита или еще чего-нибудь, вот, вызывают все равно гибель нейронов. И если говорить утрированно, то человек, который употребляет алкоголь, он потом все равно сыт собственными мозгами, как ни крути. Но этот процесс ишемии, он позволяет заглушить вот этот вот внутренний голос в голове, который, как правило, человеку говорит о том, что он где-то что-то не реализовал. И вот примерно через пару лет после полного отказа от алкоголя, как было в моем случае, начинается самое веселое. И это веселое начинает еще и нарастать. То есть мозг начинает требовать активности. Кто хочет поработать? Я! Он начинает работать нормально, да. Для него это нормально, а для нас, когда это все восстанавливается, становится определенным каким-то таким шоковым состоянием. Да подождите вы! Да вас кешанали наряд! Потому что здесь появляется ядерный реактор на полном серьезе. И этот ядерный реактор все время начинает требовать нагрузки. Если его не грузить, этот ядерный реактор начинает превращаться в такого внутреннего судью и палача, который морально начинает тупо мочить и казнить. Суть в чем? Это место, когда оно загружено деятельностью, оно как бы реализовывает свой потенциал. И вот если человек отказался от алкашки, то через пару лет вот этот ресурс начинает восстанавливаться. И он становится вот таким вот ясным, видимым и начинает требовать реализации. И его нужно грузить. Потому что если его не начать грузить, конкретно от той деятельности, на которую он действительно рассчитан, то он начинает направлять усилия, этот потенциал вовнутрь. И соответственно начинает долбать. То есть и вот этот, и это называется разговор ума. Когда человек ложится спать, не может заснуть, потому что ему там ум его собственный говорит. Слышь, Вася, а ты сегодня день просрал. Или там месяц просрал. Или год просрал. Или жизнь просрал. И человек от этого спать не может. И это зацикливает. И у него там совсем начинается бойня. По этой причине, в принципе, из-за того, что вот это вот дело не реализовывает свой потенциал, люди в принципе начинают вкладывать алкоголь. Кто раз в неделю, кто раз в месяц, кто каждый день. Чисто для того, чтобы этот потенциал никогда не вылазил. Соответственно, когда этот потенциал не вылазит, не появляется в большинстве случаев вот этот вот внутренний ум. Голос ума, который начинает корить за то, что потенциал не реализуется. И вот отказываясь полностью от алкоголя, нужно быть готовым к тому, что при достаточной степени очистки организма от последствий употребления алкашки, вот это дело начнет требовать работу. Потому что если оно не будет работать нормально, оно начнет мочить вовнутрь. Грубо говоря, направит свое внимание в самого себя, скажем так, в своего хозяина. Я считаю, что человек это одно, а мозг это другое. Как бы это разные вещи. И вот мозг это ум. Вот этот ум, который начинает нас долбать, нам начинает что-то говорить, нас начинает корить, начинает анализировать в тот момент, когда он не работает, когда он не занят. Мне повезло, у меня появилась определенная задача найти решение по лечению рассеянного склероза. И так совпало, что в тот момент, когда у меня полностью открылись глаза, уши и все остальное, вот это дело заработало, у меня появилась задача разобраться с РС. И я начал копаться. И по сути, это все превратилось просто в какой-то прогресс, как лавина. То есть, чем больше я погружался в мыслительный процесс, который был связан с определенными задачами, тем круче, вот это вот все работало. И вот как бы исходя из поиска ответов на вопрос, как бороться с рассеянным склерозом, вот это дело меня постепенно привело и к ответам на вопросы по поводу мышц, физиологии, гипертрофии и всего остального. То есть, по сути, то, о чем книжка уже написана, сейчас иллюстрации доделываем, и я буду издавать тестовые образцы, чтобы посмотреть, как она физически выглядит. И нужно быть готовым к тому, что вот здесь вот раскроется тот потенциал, о котором человек уже давным-давно забыл. То есть, этот потенциал был когда-то в детстве, но там было тоже все занято в тот момент, потому что человек, в принципе, в школу ходил, в институт ходил, и если он учился, то тут это все было занято. А потом, когда повзрослела, эта умственная нагрузка, вот эта работа, вот этого дела снизилась, начал сам мартышникин труд каждый день одно и то же, и, соответственно, тут начал разговаривать ум, и человек начинает закидывать в себя алкашку для того, чтобы этот ум немножко притушить. То есть, притушить изначально потенциал мозга для того, чтобы потом этот ум не разговаривал. И вот многие, кто восстанавливается после отказа от алкоголя, они потом срываются, потому что от алкоголя этот человек отказался, но он не придумал, куда он будет реализовывать тот потенциал, который вот здесь вот откроется, рано или поздно. Ну, как-то Леха Мокшин обмолвился, я не помню где, месяцев два назад, наверное, видел мельком, то ли вынстит, то ли где, что он говорил, что от алкашки, когда отказываешься, самое интересное, начинается через 2-3 года. Вот он прав был абсолютно. Но это и самое опасное, потому что, когда вы отказываетесь от алкоголя, у вас должно быть то, чем вы займете вот это место, иначе оно вас опять сорвет туда же, в эту алкашку. То есть, этот потенциал, который здесь открывается, он требует реализации, и у вас должен быть уже ответ на вот это требование. То есть, вы уже должны иметь то, куда вы будете этот потенциал реализовывать. Найдите какое-то хобби, увлекитесь чем-то новым, помимо основной работы, еще чего-то. И это реально потребует реализации вот этого дела, оно отвлечется туда, будет по-своему развиваться, вы начнете фанатеть, но, соответственно, вы в итоге больше никогда не вспомните об алкоголе. Если этого не будет, если вы не найдете вот эту цель, на которой будет реализовываться вот это место, очень высокая вероятность того, что вы опять вернетесь к выпивке. Но я дошел до того уровня, если можно так сказать, что я вот это дело настолько упахиваю, что оно меня уже само тормозит. Допустим, вот этот перерыв в съемках, когда я прошлую неделю пропустил, он был, скажем так, невольный, я уже потом понял, что я достаточно слаб, да, для того, чтобы что-то снимать и что-то говорить. Я сейчас удивляюсь, как я разговариваю, потому что я еще кашляю как бы тотально, больше кашляю, чем разговариваю. Но сейчас видно, мобилизация срабатывает. Но у меня конец года 2021-го, и первая неделя 2022-го года была просто адская по работе. Пришлось осваивать новые знания, новые нюансы в бухгалтерии, эти ПРО, которые у нас тут вели, и все, то есть это был адящий реальный. И мне было даже не до тренировок. Я еле тренировался, но тренировался. Но мозговые штурмы у меня были каждый день. И они занимали по 5-6 часов. То есть в той сфере, с которой я еще в принципе особо так особо не связан, скажем так, напрямую. Но пришлось изучать эти основы налогообложения, все вот эти вот вещи. И вот это все вместе, плюс тренировки, и мой организм, как бы мозг мой, все болезни в принципе отсюда идут. И мозг в какой-то момент там маячил, что типа, чувак, остановись, давай что-то отдохнем, хотя бы поспим денек. Но я как бы не слушал, как поезд валил дальше, и в итоге он сказал, ну ладно, не хочешь по-хорошему, давай по-плохому. На тебе температуру, на тебе кашель, ну и на тебе бронхит. Вот. И Саша, хопа, и уехал домой, и впервые за там два или три года, наверное, я реально дома провалялся два дня, просто потому, что у меня температура, кашель, все дела, как бы потом начал потихонечку выгребаться, но еще до конца не выгребся. Но прошлая неделя в плане съемки видео, как бы пролетело. И вот, считайте, где-то с 15-го года, если я начинаю чувствовать, что я где-то заболеваю, это происходит там раз в два или в три года, наверное, вот так вот где-то, то это для меня сигнал просто о том, что я реально уже конкретно утомил вот это место. Но для меня, скажем так, лучше так, чем оно будет не занято, и оно меня просто сожрет живьем. Я знаю, что это такое, когда вот реально чувствуешь, что не до работы, вот это место не устало, и в итоге потом можно не заснуть вовремя, скажем так, от 4 в 5 утра, просто потому что лежишь и пытаешься угомонить этот внутренний голос, который тебя пытается казнить. Вот. Поэтому я все-таки в какой-то степени предпочитаю лучше, наверное, поболеть раз в 2-3 года, там, недельку, да, уже конкретно вынуждена, чем вот заниматься самоездом, потому что это дело никуда не девается. А разобраться с ним и успокоить его очень тяжело. Есть, конечно, всякие приколы, но как бы они для меня не всегда срабатывают. Понятное дело, что если человек отказывается от алкоголя в возрасте за 60 лет, то потенциал, да, степень восстановления даже вот этого вот дела, она будет намного ниже, да, чем могла бы быть, если бы человек отказался там в 30 или в 40 лет от алкоголя. Но все равно эта штука все равно будет срабатывать. Просто не в тех масштабах, не в тех объемах, но все же. И там тоже нужно найти сферу для отвлечения, и в которой можно будет реализовывать тот потенциал, который здесь будет открываться. Потому что нервная система, центральная нервная система, такая штука очень серьезная на самом деле. И она требует активности. Вот она убивает человека, если человек ничего не делает, если он не реализует ее потенциал. Вот именно она является тем первичным звеном, которая начинает вот уводить человека в могилу, когда ему нечем заняться, нечем занять вот это дело. И с другой стороны, когда люди находят, куда реализовать этот потенциал, то есть и у них есть драйв в жизни, и у них каждый день имеет смысл, да, потому что вот это дело занято, то это дело и продолжает жить, и тащит жизнь во всем организме дальше. И вот такая вот штуковина. Соответственно, для того, чтобы наверняка отказаться от алкоголя, если принято уже такое решение, причем полностью отказаться от него и к нему больше никогда не возвращаться, не прикасаться, нужно заранее подумать о том, чем можно будет развлечь, завлечь и утомлять, развивать вот это место, реализовывать его потенциал. Иначе попытка может быть с высокой долей вероятности неудачной. Но если вы найдете это, отвлекающее вот это дело, и хобби, и найдете чем занять вот этот ядерный реактор, поверьте, не пожалеете, но правда это требует постоянного развития, вы будете развиваться, соответственно, чем больше будет работать вот это дело, тем больше вы будете развиваться, и тем больше будет меняться ваше окружение. Но то окружение, к которому вы в итоге придете, оно будет немноголюдным, но оно будет того стой. Очень многие полегли в неравном бою с алкоголем, когда отказывались от алкоголя, теряли, скажем так, друзей, но как оказывается, эти друзья были по бутылке, а не по жизни, но не могли с ним смириться, возвращались к алкашке, лишь бы сохранить этих друзей. Но многие, отказавшись от алкоголя, полностью перекроили круг своего общения. Это происходит само по себе. Тут главное заниматься собой, да, и следить за вот этим делом, и за своей жизнью. Все остальное меняется автоматически. Как говорится, несы, да, это такая китайская мудрость. Ну, а у меня на сегодня все. Если у вас есть собственный опыт в отказе от алкоголя и собственные переживания, то, что мы прожили в этом процессе, да, в процессе восстановления, пишите в комментариях, будет интересно почитать. И, кстати, для того, чтобы не пропускать мои видео, которые я загружаю на YouTube, кроме как подписаться на канал, стоит еще и нажать на колокольчик и выбрать оповещение все, потому что алгоритмы YouTube сейчас так работают, что одной подписки недостаточно для того, чтобы он вам потом выдавал новое видео, которое появляется на моем канале. Так что подписывайтесь на канал, делитесь этими видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мои тренировочные курсы, ссылки на которые расположены внизу в описании под этим видео. Заходите в соцсети, в Facebook, Instagram, я там часто выкладываю всякие разные полезные мелочи, которые не выкладываю на YouTube. Все самое важное находится в уголочке в подсказках к этому видео и основным массивом внизу в описании в виде ссылок под этим видео. А с вами был Пасько Александр и канал Правильный Бодибилдинг. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok